Привет, друзья! Меня зовут Сергей Лихий и сегодня я вам расскажу правильное использование подсигара. Вам подрели подсигар? Такое бывает. Или он остался, а выбрасывать жалко. Но вы не курите и не пьете, потому что вы умный человек. Ты не куришь и не пьешь, потому что ты умный человек. Так? Но тебе подрели вот этот подсигар. Думаешь, ну зачем он мне нужен? Я же не курю и не пью, я же умный человек, правильно? Но и выбрасывать его жалко. Ведь он остался от какого-то дедушки, который не знал, что курить и не пить это круто. А курить и пить это не круто. Так делают не совсем умные люди. Дураки. Вот. Так вот. Думаешь, что же с ним делать-то, а? Но! Я знаю использование. Это лайфхак. Настоящий лайфхак. Берешь подсигар, открываешь. Вот сейчас я открыл. И засовываешь туда палочки для ушей. Которые ты берешь с собой, когда куда-то ездишь, да, в поездку. Когда зубную щетку берешь, пасту, мыло, что там еще берешь. И, соответственно, ушные палочки. Кто-то протирает уши. Я, например, уши протираю. Кому-то нельзя это делать. Кто-то протирает там, что-то там подтирает глаза для девушки, для девочки. То есть этот подсигар вы можете использовать. Вы знаете, это не подсигар. Это 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 футляр на самом деле. Футляр для ушных палочек. Причем ушные палочки должны быть стебель вот этот вот. Должен быть тоже бумажный. Чтобы он мог растворяться в воде. Вот я такие покупаю. Чтобы такую пачку с собой не таскать здоровенную. Вот вам такой футляр для ушных палочек. Так что это теперь не подсигар. Запомнили вы? А теперь это футляр для ушных палочек. И так объясняйте и детям и непонимающим взрослым. Вот. Это это футляр для ушных палочек. Это не подсигар. Теперь не путайте. Это футляр для ушных палочек. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте вот такие лайки. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. С вами был Сергей Лехи. Пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова